Сейчас мы с вами услышим выступление нашей дорогой гости Сальны Екатерины Алексеевны, психолога-консультанта, руководителя реабилитационного центра «Зебра» в городе Москва и тема доклада «Повседневная жизнь христианина». Мы говорили о Владыке, но, наверное, мы еще дадим слово самому Владыке, для того, чтобы нам настроиться на работу уже. И вот сейчас посмотрим небольшой видеофрагмент с его плечу. Можно, пожалуйста? Теперь, когда мы встречаемся с Верой в какой-нибудь другой момент, не в детстве, а когда мы уже созреем в значительном мире, то откуда же мы ее встречали? Да, мы знаем, скажем, из апостола Павла, что вера – ослышание, ослышание от Слова Божия. Да, в эпоху апостолскую, действительно, люди, которые изверились в языке, слышали новое слово, живое слово, которое им открывало новые глубины и раскрывало их души в вечной жизни. Это было Божие слово, находящее до них через проповедь апостола. И эта проповедь была не философская проповедь. Она не снижилась на хитроспитениях умственных. Она была проявлением и раскрытием какой-то внутренней духовной силы. Есть место в Евангелии, где Христос говорил своим ученикам и собравшимся народу. То, что он говорил, показалось большинству людей слишком тяжело для того, чтобы они вместили это. И они начали уходить. Спаситель обратился к своим ученикам. Не хотите ли вы уйти тоже? И Петр в одни на других ответил. Куда же нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Что же это значит? Христос ни разу в Евангелии не говорил описательно о вечной жизни. Он говорил о вечной жизни внутри человека. Он говорил о Боге. Но он не говорил о том, каково будет после смерти или по окончанию мира. О чем же говорил апостол Петр? Я думаю, что то, что он хотел сказать, это то, что когда ты говоришь, то твои слова касаются каждого из нас. Какой-то глубины и сжигается вечность у нас. Вот такова была, я думаю, проповедь апостол. Она была обращена к людям, которые изголодались, которые изверились. И когда доходила проповедь о Христе, о том, кто он, что он говорил, эта проповедь произносилась людьми, которые сами были как бы перевернуты этой проповедью, преображены, изменены. И это их изменение, их преображенность превращало их слова в силу и в жизнь. Мне помню, как мне как-то мой отходный отец сказал, никто не может отказаться от земного и взять и войти в вечную жизнь, если он не увидит в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни. Если мы не встретили ни одного человека, из которого хоть прежит свет Вичности, наша вера еще очень слаба. Может быть, это легковерие, может быть, это желание держаться хоть за что-то, но это не та творческая и преображающая вера, которую мы видим в апостолах и в верах поколений христиан. Поэтому первое, что случается, это встреча с живой верой живого человека, из которого сияет свет Вечности, из которого идет Слово, которое несет в себе силу рождать в нас, или, вернее, отбуждать, пробуждать в нас ту вечную жизнь, которая заложена Богом еще при нашем сотворении. Вот в моей жизни не случилось такого счастья, которое вы сейчас видели в этом фрагменте. Я не была знакома с Слово, не получила от него такого благословения, как мы сейчас видели на экране. Хотя могло бы. Но я пришла к Богу, крестилась уже взрослой, и я должна была прийти к Христу, стать христианкой с помощью людей. У меня есть духовник, но вот одним из таких проводников у меня, Христу, был Гладак Антон. Я его читала, и понимала, что он передает мне вот те глаголы вечной жизни, которые принес Христос. Это вот тот, кто принес это, донес это до меня. И поэтому сейчас для меня большая радость и честь сделать что-то небольшое в продолжение того, что, может быть, поможет вам в вашей вере в Христа. У меня есть шпаргала клеем на весову, потому что у меня память плохая. Я буду к ней обращаться по запрощению. Я хочу не забыть важные вещи, которые я вам хотела сказать. Я хочу поговорить о повседневной жизни христианина, о том, как мы живем вот каждый день. Что это такое? Вот если спросить вас, что такое повседневная жизнь христианина, то, ну, по крайней мере, я бы так слогу сказала, что это, конечно, молитва. Конечно, это храм, таинство, причастие, переключение. Это духовное чтение. Это такая жизнь, направленная к Богу. Евангелие несомненно. Ну, не совсем. И вот об этом не совсем я сейчас попытаюсь как-то рассказать. и это мой личный опыт. И это опыт тех людей, которым я стараюсь помогать, потому что я действительно психолог-консультант, который работает с наркоманами алкогольников. Их выстрел. То есть теми людьми, которым очень трудно прийти. и моя задача это будет помочь. Может быть, в вашей жизни тоже бывает так, как бывает со мной, когда я пытаюсь поставить себя на молитву, я встаю перед темным, не оба в этом послухе. Я начинаю первые слова. Я действительно хочу молиться. Но через короткое время молитву не молитву. И честное молитву больше. Я начинаю думать о заботах, которые меня сегодня ждут. О том, как я всегда травлюсь туда. Я начинаю цепляться на какие-то пустяковые вещи, которые гораздо менее важны, чем то, что я в этот момент и говорю Богу. То есть я говорю ему устали, а сердце мое нести. мне не удается его убежать. Очень много второстепенно. И это такая страшная вещь, потому что Господь говорит, в чем застанет, в том суре. Если он застанет меня в этой сурете, которая у нас все время как-то существует, которая мешает и в телейной молитве, и в храме, и в таинстве, во всем какой-то шум. Шум моего внутреннего мира. И я думаю, что это связано с образом, с тем образом, который есть у меня в душе. что я думаю о том, кто был. Конечно, Бог создатель. И Христос как логос создатель этого мира. Я обращаюсь к создателю. Но мир был создан очень давно. И это не мой сегодняшний мир. Конечно, Бог поможет. По крайней мере. Но вот прямо сейчас мне помощь не нужна. Я все знаю, что мне делать. Я сейчас помолюсь, потом я туда, туда, потом я туда надо успеть, здесь надо не забывать. Вот когда он мне потребуется, я его позову. Так вот, перед началом всего души на ровно помолились на ровно. позовем, когда потребуется. А потом не дремя. То есть, вот когда я стою, например, на молитве, прямо сейчас он мне не нужен для того, чтобы мне не могу. Я это не чувствую, по крайней мере. Не сомневаюсь. Я это не чувствую. То есть, получается, что я к нему обращусь, когда потребуется. Христос спасите. Спаситель-то это будет потом, это будет на руке, это будет, когда я буду умирать, когда встанет вопрос о спасении. сейчас, пока мне надо куда-то побежать, какие-то дела делать сильно. Учить. Конечно. Но учиться трудно, учиться все время я не могу. И поэтому тоже как-то я сначала внимательно, а потом внимание уходит как любую учебу. Вот получается, что я живу во времени в сегодняшней минуте, где места Богу нет. Я к нему обращаюсь, а это только от ума. Это только вот такое первое движение сердца. А потом я в этом не стойко не уверена. Но дело-то в том, что человек живет в вечности. Я понимаю, это не так, что я буду жить вечно, долго, бесконечно. А вечность сегодня присутствует в моей жизни. Вот это как река. Она течет всегда. И вот я в этой реке уже сейчас нахожусь, которая течет всегда. В этот малый момент я тоже в вечности. А вот в вечности как раз Христос и есть. Может быть это Отец? Может быть мне нужно обращаться к Нему так, как Господь дал молитву мученикам, мученашим. Несомненно, натехися, это ближе. И Отец все время со мной. Но в общем я чувствую себя часто, чтобы не сказать всегда, но что лучше ребенка. Я знаю за собой много ошибок. И не просто ошибок, а такой неверности Богу. и мне трудно быть перед глазами Отца, когда я ощущаю себя вот такой избегающий Отца. Не всегда даже я хочу сменить. А может быть друг? Может быть Бог это друг? Имеем ли мы право это слово сказать? Вот Лазарь был дурным столом. Господь сам так говорил. Лазарь наш друг Углев. Вот могу ли я назвать себя другом? Да. Я хочу дружить с Христом. Если вспомнить, как ученики апостола приходили к нему, они сначала были в таком восхищении от того, кого встретили. Потом они называли его учителем, потом исповедовали сыном Божьим, Петр, помните, да? А потом они его бросили, потому что были очень слабы. Они были недостаточно. Вот этого всего оказалось недостаточно для того, чтобы они могли остаться с Христом для его страдетов. Ну, смотрите, что дальше происходит. Да, Пятидесятницы, они получили силу Духа Святого, и тогда пошла вот эта прекрасная проповедь, которая привела почти все человечество в Христу по большому счету. Ну, вот до события Пятидесятницы у них уже что-то удивительное происходит. Когда они встречают Христа Воскресшего, они рады ему, кланяются ему, и когда по Вознесении Христос уходит от них к Отцу, вы обращали внимание, они ушли в радость. Вот, казалось бы, они расстались с Учителем, другом, они уходят в радость. Почему? Потому что я с вами до скончания века, сказал Господь. Вот это такой друг, который с нами до скончания века. И вот давайте попробуем начать только с друга. Попробуем установить с Христом личные отношения. И Владыка Антоний много говорит о том, что верующему человеку надо установить с Богом личное отношение. Внутри церкви несомненно. Мы потом поймем, почему внутри церкви. Вот смотрите, прямо сейчас здесь сердечными очами можно почувствовать, что Христос с нами. здесь принять это умом. Потому что мы крещены, мы сочетались с Христом, мы причащаемся, и Он нас считает поэтому своими друзьями. И поэтому Он здесь. Возможно ли это принять, что здесь сейчас невидимым образом присутствует сам Господь. что мы тогда почувствуем? Удивление, смущение. радость почувствуем? Вот как те апостолы. Почувствовали мы радость от того, что Он здесь есть. Да, если Он наш друг. не мы увидим друга и почувствуем радость, мы можем почувствовать радость под присутствием Господа, невидимого присутствия в нашей жизни. Постоянно. А у нас есть мы с вами до скончания. если вот эта мысль, что Господь здесь не близко даже, а вот здесь приводит нас в такое напряжение и неуверенность, тогда может быть строгий учитель, может быть судья, но ведь не с этого уже начинается христианство. Вообще-то Христос не только друг, но даже и брат. Я не знаю, думали вы об этом или нет, Христос говорит «Отче наш» и обращается к Отцу так же, как предлагает обращаться ученикам к Отцу. Брат. Вот этот друг и брат присутствуют в нашей жизни прямо сейчас. Это очень высоко. но можно рискнуть попробовать побыть в этом. И тогда, когда мы стоим на молитву и обращаемся к нему как к другу и брату, мы начинаем переживать красоту. Красоту Бога и человека. присутствие Божие начинает выявлять эту красоту, выявлять ее в Христе, в нас, тогда мы уже не уйдем вниманием от этой красоты или в другом человеке рядом с нами. Тогда возникает восхищение, которое удерживает нас в общении с Богом и молчание. Такое созерцание красоты. почему друг в моей жизни сейчас? Я в жизни апостола в моей жизни сейчас. Потому что Христос был со мной неотступным. Даже если я не была с Ним, Он был со мной. Я крестилась 30 лет. и я чувствовала необходимость искать Бога и я его нашла. Уже то, как я его нашла, у меня было ясно, что это действие ложное. Сейчас не время об этом рассказывать, но смысл такой, что когда я искала Бога, Он шел мне навстречу. Но и до того, первые 30 лет моей жизни, Он несомненно пекся ко мне. Он столько помогал. Теперь я это понимаю, тогда я этого не знала. Смешно сказать, но я приписывала это себе. Я думала, что это я талантливая, умная, удачливая. А оказалось, что источник удачи как раз был вне меня, он был рядом. И это очень важное для меня качество Христа, что он помогает не только тем, кто в него верит. Когда я говорю об этом нашим ребятам, они удивляются. Они думают, что Бог будет помогать только тем, кто заключит с ним некий контракт в виде крещения. или в виде прихода в храм, или в виде молитвы. А пока не заключил контракт, я не с ним. Вот он будет мне помогать, если я договорюсь, что я теперь с ним. Так вот нет, Бог помогает вам, помогал всю дорогу, пока вы не знали. Почему? Потому что он другой. Еще почему? Потому что он не покинул меня за мои мелкие злодействия. Настоящий друг он верен, даже когда это ему не верят. Вот я знаю, что Христос меня не покинул. Я это вижу опытно. Потому что я вижу столько помощи, столько сил, тогда, когда оно нужно. У меня не мой задущий, у меня ее нету лет. Это дано. И в трудные времена в моей жизни, которых было много, он помогал мне, простите за такое сравнение, как вот в песенке Лусоцкого «Друг в горах», да, если друг оказался друг, вот он помогал мне так. И поэтому я могу назвать друг. И вот тогда, если я живу в этой жизни, и он все время со мной, как друг. Вот мы сейчас живем с Татьяной в одной комнате, мы проснулись и поздоровались. Значит, я проснулась рядом, увидела Христа такими сердечными кончами, вспомнила о том, что он мой друг. конечно, я его не вижу молочек, но я знаю, что он есть. Это как раз и есть вера, когда я уверена в том, что я не вижу. Я могу сказать ему здравствуй, Господи. И вот поскольку он такой важный человек в моей жизни, конечно, я с ним заговорю. Я буду ему что-то говорить. молитва своими словами очень слабая у меня, недостаточная, мне не хватает слов, поэтому мне легче присоединиться к молитве правилами. Но часто бывает так, что я читаю молитву правилами и начинаю восхищаться тем, как она написана. Какие там правильные слова, что там ничего не забыто. В этот момент я смотрю в молитву, а не на Христа. Я опять стараюсь вспомнить, что вдруг есть реакция. И начинаю мне что-то ему говорить, хоть три слова своих поверх говорим. Ну опять возвращаюсь к правилам. И вот правила это такая рамочка, которая помогает мне молиться, но главное не уйти в рамочку. Главное остаться в содержании разговора с Христа. И поэтому для меня не очень важно вычитывая правила или нет. Сделала я все, что положено или нет. Потому что Христос это не тот, кому я должна сдать контрольную работу, выучить какие-то правила, каким-то образом отчитаться или нет. Мне важно с ним быть. Поэтому я могу остановить правила, если недостаточно. Я могу торопясь не закончить то, что положено делать. Хотя конечно я стараюсь это делать. Есть некая дисциплина. Но дисциплина это не главное отношение с Христом как в ряду. Вот для меня это. Я конечно буду, когда дальше пойду заниматься своими делами, их много, они есть, несомненно, я это думаю, но я буду это все делать в его присутствии. Вот он где-то тут недалеко друг, который готов посоветовать, поддержать, остановить, если я его куда-то делаю. И вот я все время буду учитывать его присутствие в моей жизни, а когда я об этом забуду, или конечно забуду, я буду возвращаться к этому, вспоминать, говорить, и опять встать. Я буду его благодарить за то, что он здесь в моей жизни. Я благодарю друзей, а он главный. Понимаете, очень важно просто с ним говорить. И тогда возникает такой навык сердечной молитвы, когда я не произношу каких-то слов, а я нахожусь с ним. Это бывает недолго, это требует сосредоточенности, четок может быть, или не четок, но какой-то сосредоточенности. Но вот эта молитва молчания, она мне очень дорога, потому что тогда я перед ним. и вот когда придет вечер, я перед сном обращаюсь с ним, благодарю его, прошу прощения за то, что я делала, вот, я ошибаюсь каждый день. Вот получается такое богообщение в течение и что это означает? Для меня это означает три основных вещи. Во-первых, я тогда принимаю все то, что происходит в моей жизни в присутствии Христа, как то, что произошло по Европе. Может быть, он дал мне это как урок, или как задачу, или как поручение, или как такое информацию к размышлению, чтобы я начала что-то в своей жизни, то, что до сих пор не учитываю. Ведь я же расту каждый день чуть-чуть. А может он меня остановить там, где ложен путь. И это может почувствовать и дальше не пытаться преодолевать препятствия целой своей жизни. А может быть, Бог позволил в моей жизни произойти некому злу, потому что зло есть. Есть бессы. Есть люди, к сожалению, подвержены руссовскому влиянию, вообще под глаз вольными не вольными. Вот может в моей жизни произойти некое зло, и это зло не от Бога. но Бог его не остановил для того, чтобы мне в этом помочь, чтобы Он прошел этот зло вместе со мной. Бога смерти. Это предательство, Бога, это все есть жизнь. Это не Бог сделал. Но Он позволил этому быть и остался здесь со дождь. Он может пройти через штуку. Лишь бы мне с ним оставаться. Он будет помогать и спасать даже. в этом нет ничего случайного, а есть вопрос зачем, какое мое место в этом событии. Нужно каждый раз думать, в том, что сейчас происходит, какое место мое событие. В этом семинаре мое место постараться рассказать вам то, как я понимаю то, чему научилась у лавыки Антона. Вот у меня такое место. Я стараюсь ему соответствовать. Божьей помощи. Второе. Если Христос рядом со мной, это означает, что я ничего не делаю против него. Вот я знаю некоторые правила, да, не данных деланий. Ну, например, поступая с другим, так, как хоть что поступали с тобой. Или еще лучше, потому что другой человек может быть слабее тебя, этим можно больше позаботиться, чем себя. Если не знаешь, как поступить, можно посоветоваться, спросить у Христа, как быть. Можно посоветоваться с людьми, понадеяться на то, что через них Господь просто через слова даст некий путь, выход из трудной ситуации. Я поэтому все время советуюсь. У меня это жизненный навык. Вокруг меня очень много хороших людей, и я все время с ними советуюсь, как быть дальше, как сделать следующий шаг. каждый раз, когда они мне что-то говорят, я проверяю это потому, как я понимаю Христа, другу стоящего рядом сома, потому что человек тоже может решить раз. Если я не знаю, как поступать, я ничего не делаю, я не изо всех сил стараюсь не поступать против Бога. Это обязательно двух кончится. Правильно? Я стараюсь не поддерживать зло, даже если мне это сейчас очень вырубило. Примерно нет. И я все время где-то вот спотыкаюсь вот в этом бухте, все время что-то криво получается. И тогда возникает тема в индействе перед другом, которого в этот момент я требую сказать. Вот бывают ошибки, как наступил на а бывают мелкие злодейства, когда делаешь плохо, знаешь и все равно делаешь. но вот изо всех сил мы стараться не делим четвертым. А третье понятно, нужно делать то, что хочет в силу моего понимания того, что он хочет от меня себя, от меня лично. Есть некие правила, помог этому. Исполнять вдруг наполнять смыслом Божьим, даже простую какую-то вещь, которую делаешь. И Бог дает для этого сил. Вот три вещи. Первая это ничего случайного, в каждом событии есть смысл. Второе не делать против Бога, то есть не делать зла. Третье делать то, что дает сегодня как задачу. А противоположность этим трех вещам называется своеволе. Тогда я говорю нет, ты отойди, я теперь сама. И уверенность в том, что я знаю как надо и стремление немедленно это воплотить. Бывает знаете такое чувство, что мне прямо сейчас надо быстро сделать то, что я хочу. Как говорят наши ребята хочу. Я напала. Вот это своеволе это то, когда я ухожу от Христа. Кому надо меня. А я не ухожу. Вот такая дружба день и дня. И у нас нет монополии на эту руку. Я не могу сказать, что он только мой друг, а не ваш. Он и ваш друг, и мой. Поэтому мы становимся друзьями. тогда возникает такое удивительное общение с другими людьми в этой общей дружине. И это собирает нас все вместе в церковь. В общество людей, которые одинаково в главном веруют в Бога. И кто сознает себя и его друзья. И тогда возникает литургическая этика между нами. Потому что мы причащаемся к этой чаши, мы не просто друзья Христовы, мы еще и единственные. И вот это единство создает совершенно особенное отношение между нами с вами. И вот в этом единстве, что для меня тоже очень важно, и я помню это всегда. В этом единстве не только вот мы с вами в этом зале сидим, но и святые. Вот вспоминали сегодня преподобный Бесер, и он тоже здесь. И усопшие наши любимые люди, и ныне живущие слава Богу друзья и близкие. Вот мы все собираемся вместе, вот в эту общину дружбы. Есть такое слово, а как? Вот в эту общину любви, которая как дружба соединяет нас вместе. Если мы ошибаемся, мы будем исправляться и снова возвращаться к себе. И снова стараться. нам не больше идти. Потому что однажды попав сюда, в это общество, мы поняли, что мы можем быть только здесь. И это такой трудный будет здесь. Но он единственный теперь для нас. Это наша свобода. Мы выбираем свободно выбрать добро. очень много о том, что настоящая свобода это не свобода выбора между одним и другим, а это свобода выбрать добро, силы выбрать добро, которая идет от остатка. Вот это про повседневность. Я, пожалуй, сказала все, что хотела вам, а теперь может быть вы что-то тоже скажете или спросите. Спасибо большое за заклад. Мне кажется, что еще очень важная тема, которую можно будет здесь обсудить, это тема того еще и как организовать пространство и создать определенные условия, при которых мы все-таки не просто будем как-то чувствовать рядом, потому что ведь вопрос в том, что очень многие вещи нас реально отвлекают и реально заслоняют. Есть какие-то чисто психологические вещи, потому что то, что артисты на вами безусловно должно быть, так должно быть это некий идеал, к которому мы все стремимся. Есть какие-то опять же повседневности, мы говорим о повседневности жизни христианина, есть повседневные вещи, которые нас отвлекают, заслоняют и дистанцируют друг от друга. Ввиду того, что мы сейчас приближаемся к прощенному воскресенью, и эта практика зачастую у нас нивелирована, то есть это ничего не значащий день, к сожалению, в большинстве случаев, мы у тех, кого должны попросить прощения, мы просим, попросим, мы идем на встречу и зачастую это все ограничивается какими-то такими никчемными, ничего не значащими отрывками, присылаемыми друг другу в сообщениях в Вайбере и так далее, прости меня, Бог, прости этого, которого не очень... И от этого мы не можем вступить в пространство Великого Поста, как раз в то состояние, когда Господь присутствует здесь и сейчас, это со мной, когда Он не отец, когда Он не друг, когда Он по-хорошему мой судья, Он должен наносить суждение и суд моим поступкам, и Он выносит своими словами из Евангелия. Но в это пространство надо войти, и в это пространство мы войти часто не можем, потому что не наступает от этой какой-то очень важной нитрологической жизненной практики, встречи человека с человеком, организация условий, при которых Христос посреди нас и есть, и будет. И вот в связи с этим, мне кажется, очень важно сегодня накануне прощенного воскресения поговорить, как организовать вот, здесь, мне кажется, психологический опыт ваш многолетний стаж работы психолога тоже вам пригодится, как выстроить эту встречу в прощенном воскресении, да и не только в прощенном, как вообще начать коммуникатировать друг с другом православных христиан в общении или не только в общении, чтобы Христос посреди нас был и оставался. и не только в общении, но и в общении, сделала не так, заделала, и я просто об этом не знаю. Вот на таком уровне, если что случилось, то, прости, пожалуйста, их много, много людей. И людей, к которым я приветила отношусь, даже не очень знакома. Я прихожу в наш кран, я мало кого знаю про имена, но я вижу их лица, и я знаю, что они мне соседи, в том, как мы вместе идем по этому пути. Они вместе со мной идут. Каждое воскресенье, каждый праздник, вот мы и рядышком идем. Но вот есть люди, о которых я вспоминаю по какому-то поводу, у меня возникает даже стычка. Мне не хочется этого человека иметь в своей помощи. У меня есть отторжение. Может быть, это видом, может быть, это стыд, кто же он будет от человека, вина. Есть какое-то сопротивление человеку. И вот здесь как раз возникает тема успеть до векового поста с ним примириться. И часто бывает так, что вот это примирение невозможно лично. Вообще можно нанести человеку ущерб, если ты нанес его большую боль и снова встретился с ним для того, чтобы попросить прощения. Может быть, ты совершенно не готов. И, может быть, твоя забота о нем будет как раз состоять в том, чтобы не особенно помпорваться ему глазом, если он был очень богатым. Но внутри себя совершенно точно надо успеть примириться. Есть такая работа примирения. Ну, как психолога, прощения, ну, пожалуйста. Вот если меня кто-то видит, как же мне его простить? Во-первых, мне надо понять, а вот в том, что произошло, есть ли какая-то моя часть. Может быть, он на 80% поступил плохо, но на 20% поступил ялку. Что я сделала в этой ситуации? Какова моя ялка? И найти там ошибку. Если я вижу свои ошибки, то моя позиция, суждающая вот так человека, немножко так колеблется. Второе. Включаем адвокат. Что такое адвокат? Это человек кто? Это человек, который не отрицает факта, который совершил преступление, который совершил человек, но находит некие оправдывающие его обстоятельства. Скажем, вот, человек, который украл, при этом он голодал в прошлом, это отличается от того, кто украл в прошлом, потому что он залью. Вот есть какие-то обстоятельства, и их всегда можно найти в жизни человека. Обычно мы их не расхватываем, потому что нам хочется остаться в своей обиде, она нам выгодна. А вот можно поискать какие-то оправдывающие человека обстоятельства. И чем больше, тем лучше, как и пока. Мы не отвергаем факта от того, что он плохо с этого отношения к нам, но мы и чемпионам. Правда. Третье. Мы начинаем этому человеку делать какое-то варенькое добро, на которое мы способны. Если это близкий человек, как правило, обиды это как раз на близких людей. Мы можем налить чашку чай, поместить. Мы можем подарить конфеты. Мы можем прислать к обруде открытым. В том же интернете смешную, веселую, радостную, глупую, что это такое, что даст человеку немножечко добра, чуть больше добра, чем было до того. И делать это с постоянностью. Поскольку мы цельные люди, если мы пытаемся сделать человеку доброму, и мы терпеть. И четвертое. Мы начинаем за него молиться. Причем не за себя, обиженным, а за него. И просить у Бога, чтобы он его простил. За то, что он сделал. Вот если мы, жертву его поступка, просим за него прием Богом, то наше свидетельство главное не удачу. Вот мы, исходя из перспективы суда, на нем просим его просить. Делаем это до тех пор, пока обед не пройдет. Все эти четыре вещи. Знаете, какая трудная рака? Поэтому лучше не обижаться. Лучше быстрее прощать, пока обед не пройдет. То есть не обижаться не получится, но вот чтобы она не прорастала внутрь, чтобы она не укоренялась, чтобы ее убирать из себя таким образом. Вот, знаете, нам осталось-то. Честно говоря, вот всего ничего. Прощем вам, скорее всего. Вот надо успевать. И тогда вот, если у нас есть возможность прийти человеку и сказать прости меня в ресторанде, вот эта фраза будет подлинной, а не формальной, о которой мы говорили. И вообще есть желание мира, желание того, чтобы мы были в дружбе. Все вместе, вместе с ним. Вместе с Господом, и наши гостинины людьми в Англии, потому что все ближние, дальние видни. И вот этот вопрос, он задал, говорит, прощеное воскресенье. А сам член прощения, он только вот восполняет это внутри церкви. Но надо понимать, что наша душа не только внутри церкви. Нам придется позаботиться в этом вещества и в их церкви. А что касается устройства пространства в своей жизни, то есть, что происходит, если бы мы не могли снять, если бы мы не могли то, что мы были как-то органические. Ну, тут понятно, что есть две вещи. Есть то, то, как можно оградить это пространство от того, что сильно мешает. Вот Великим постом мы это делали так, как раз со старшечным червами на церкви, на столовом, мы больше стараемся остаться в мире с другими людьми, уходим на конфликтах, уходим на какой-то милливости, вот этот момент. Нам можно вообще в жизни так оградить пространство, чтобы по возможности не пускать туда сверху. Потому что тут надо хранить глаза, надо хранить уши, хранить душу от грязи, которая туда, вредно не впадает. Чем мы защищаемся? Не столько тем, что мы включаем телевизор, а сколько мы видим. Мы просим Бога помочь нам в этом, как вас защитить нас. потому что мы все равно будем попадать в эти ситуации, даже если мы изучимся телевизором. Нам не столько надо уйти от общества, сколько надо защитить себя от зла, которое может ввести в нашу жизнь так, в области. А второе, мы можем это жить только в пространстве оборудования, но мы можем оборудовать тем, что не должно быть. то есть это общение с Богом, которое я говорила, это чтение ежедневное, популярное, потому что душу надо кормить и надо что-то кушать. Вот она кушает, когда мы читаем Евангелие, когда мы молимся, когда мы читаем духовный литерат. Нам надо всегда что-то получать. и обязательно должен быть какой-то продуктивный процесс, мы должны что-то отдавать. Мы должны в какой-то форме нашей жизни, как-то так устроено, все по-разному, мы должны что-то делать в этом среде. Мне кажется, это окружение, оно, конечно, несловно с этими большими и что-то не так делали. Да, правда, не доверяется, в камеру, вот. Понятно. Можешь. Я не имею в виду регулярно только милостыню, это вообще как-то строение жизни такое, чтобы увидеть, где можно помочь человеку и как. Ну и, конечно, у нас есть профессии, судьбы, семьи наши, какие-то прочие вещи, которые сделаны на такие дуэрные. Где можно работать судьбы. Потому что мы помним, каким-то нам будут судить, но я думаю, что 25-й матфей всегда и правда будет помогать, если помогут, но не помогут. я помню, столько заботились о спасении в этом смысле, сколько о тех людям, которые помогут. Потому что если мы помогаем, тогда мы не можем сделать хорошее, мы пересекли. Ну, это так. Потому что заботится. Я не знаю, я смогу. я не уйти в некий формальный такой процесс выполнения ритуала, для того, чтобы к сути подойти. То есть действительно нащупать в себе обиды, непримиренности. я вижу, что это действительно отец Сергий прав, это все время сползает к ритуалу. У кого-то менее добросовестно, у кого-то более добросовестно, со слезами, с надрывом, но не дает свободы, не разрешает. Знаете, я хотела быть правильно понятой. Я совершенно не против ритуала. Очень важно сохранять некую структуру, которая есть и в молитве, и в жизни, и в храме, и в том же прощенном воскресенье. Вот эта структура, она не позволяет нам... Знаете, мы похожи на полиэтиленовый пакет с водой. Вот если нас поставить, мы прольемся. А если нас в коробочку поставить, то мы будем благополучно стоять. Вот коробочка нужна. Но все-таки эта коробочка, эта рамка, это некоторое условие, но не суть. И вот внутри этой коробочки надо искать суть, вот то, о чем вы говорите, искать тех людей, перед которыми действительно, против которых есть некое ожесточение сердца. Вот это фокус нашего внимания. Но я совершенно не против и молитвенного правила, и чина прощения, и прочих вещей. знаете, мы можем вот в этой индивидуализации похода к Христу потерять то, что нашла церковь для нас. И нам очень важно это не потерять. Но просто фокус внимания на что? Вот это важно. Потому что если мы останемся в пределах этой рамочки и все, то, конечно, это не будет путь Богу. Это будет фризис. Тогда скажите, пожалуйста, вот тоже такая пастерская проблема может быть просто сегодня Адин Серафим тоже будет говорить, что по нашей еще молодой неопытности это так выглядит. Вы работаете с зависимыми. Огромный опыт работы с реабилитацией зависимых. И когда ты служишь, ну конечно, это во многом от нас зависит, потому что у нас нет традиции, у нас нет навыков, которые навыков передали там родные старшие собратья. Но когда ты видишь своих прихожан в течение нескольких лет, которые добросовестно выполняют не с негативным оттенком, слово ритуал, обряд, ритуал, традицию. Они хранят ее, они берегут, они любят ее. Но освобождение не наступает, возникают зависимости, возникают страхи, возникают скованность какая-то, то есть вот освобожденности во Христе не происходит, и тяжко за человеком, и ты понимаешь, что вот по такой вот своей собственной какой-то неблагодатности ты не можешь помочь, и порой трудно тебе даже этого человека подвести к Христу компонент который единственный может помочь. Но где вот этот баланс на самом деле и почему церковность очень склонна к сползанию формы. И она не освобождает. Я вижу, что она очень часто запрещает у людей чувство вины, чувство какой-то вот такой страхов, да, и человек, он самый страшный, что он потухает, то есть живая вера в нем, если она и была каким-то образом, не рождаясь в радость общения с Богом и с людьми, в радость свободы, она спутевает, и человек гибнет, находясь в приходе, находясь в пространстве спасения, не чуждаясь и хористической чаши. Вот этот слон какой-то XX века а может быть и раньше еще синодального периода русской церковности, вот что тут делать вообще, как это быть с этим? Я не знаю, что вам делать, потому что все-таки я не пастую, но я могу сказать, что делаю я, и я понимаю недостаточность этого, но ничего другого я сделать не могу. Вот возьмем скажем исповедь, есть руководство построения исповедь, есть хорошее, есть плохие в мозгах. Вот человек читает книжку, выписывает свои грехи, с бумажкой приходит и читает, и, наверное, испытывает некоторое сожалению. он старается вспомнить все-все-все, потому что если скроешь, то суббог грех иметь будешь. Вот он старается вспомнить все-все-все. Но если вспомнишь все, то не сможешь все пережить. А есть у Ефрема Селина, я тут на днях вычитала страшную фразу. У него есть такой кусочек про страшный суд, и он говорит, кто вас скорбит там на суде? Те, кто каялись, но не исправились. Среди прочих он упоминает те, кто каялись, но не исправились. То есть можно приходить со списком глухов на исповедь, но если ты не сможешь их пережить, а значит исправить, то вас скорбишь на суде. При том, что вроде бы все и разрешительное молитву прочли. Вот может быть не надо гнаться за количеством, а может быть надо один, два греха, которые были за жизнь или за вот эту неделю, которая прошла от исповеди до исповеди, может быть надо о них поговорить и что-то понять. мы временами устраиваем такую подготовку к исповеди. У нас есть православные семинары и для наркоманов, и для родственников, и довольно часто это приходится делать человеком с одним. он решил исповедоваться всю жизнь. И вот не надо его отсылать я не отсылаю его руководством никаким. Я думаю, что у него придет время, он будет читать о церкви и все будет хорошо. Но вот сейчас мне бы надо, чтобы он испугался того, что он сделал. Хотя бы в чем-то. Чтобы он понял, что он без исповеди не может больше. Что ему нужно вот сейчас прощение. Он не может дальше жить исходя из того, что он сделал. И вот тогда можно пережить одно или два события в жизни. А боль. Там оставил умирать знакомого, вытащил его на площадку, испугавшись из-за другой. Вот какие-то вещи, которые наркоман какие-то вещи, которые жгут совесть. Вот их бы найти в том, что он говорит, и вот на них застрять. Одну, две. И тогда за ними начинают тянуться остальные. Потом уже не сразу. У нас ведь нет задачи прямо сегодня все вычистить. Это же невозможно. Это же авгир и конюшня. Вот нам надо потихонечку внимательно к чему-то одному и не стыдить, и не укорять человека, разумеется, когда мы это делаем в подготовке к исповеди, а вот вместе с ним испугаться. Вместе с ним сказать, вот слушай, надо скорее с этим что-то делать, потому что это очень сильно. Так, чтобы он вместе со мной пошел это делать, а не от меня убежав, побежал это делать. Вот как-то встать рядом с человеком к его воле в этом смысле, разделить это воле. Сот переживаний есть такое сомнение. Вот тогда может быть в него будут силы донести это до исповеди, до батюшки, до разрешения молитвы, и дальше будет цепляться одно за другое, и потихонечку вот этот чулан будет разбираться со страшными всякими вещами. Но наверное это же относится и к посту. Наверное то же самое относится и к вычитыванию молитв. Есть такой пример, к нему можно по-разному обместись, но это такая жизнь. Приезжает к нам реактивационный центр наркоманы. Вчера они употребляли. У нас они три месяца. И вот за эти три месяца мы помимо всего прочего пытаемся как-то предложить им путь к Богу. У нас есть часовня, в которую освященная часовня, в которую входит кто-то молится и таким образом показывает, что туда можно пойти. И малейший вопрос как-то имеет ответ. Но есть еще местных храмов в соседней деревне. И возникает вопрос, можно ли причащать таких ребят. Вообще-то у них любовь много. Вообще-то они не умеют ни молиться, они не вычитывают правила. Они не могут проститься. это нереально реабилитационные центры, там мясо, и они не могут три дня доветь для того, чтобы прийти к причастию. Но вот можно сказать, знаешь, подожди, годок, вот ты как-то станешь на ноги, начнешь ходить в храм, может быть, тебя там донутят. И я была склонна так, не торопясь. А местный батюшка сказал, вы что, с ума сошли? Они же выздоравливают. Им так нужно причастие. Кто будет их лечить? Вы что ли? Господь их лечить будет. Им причастие необходимо. И он своей власти. Просто вот постом начиная с 12 ночи на канун и с малыми молитвами сколько можешь прочести с последованием причащения. И не канунами, а только последованием причащения. Сколько можно? Он их причащает. вот такой опыт есть. И как-то я остановилась остолбневно услышав про это все дело, а потом я поняла, что эти ребята ходят теперь в храм, они теперь приходят к этому батюшке, они теперь ему исповедуются, они радуются ему и в храм. И теперь уже в часовню ходят. Вот начался какой-то процесс. там, где ну как бы аванс, что ли, я не знаю, как это по-другому сказать. Это очень непросто, и каждый раз это решение должно быть такое вот нестандартное. Но вот есть такой опыт, и я его очень уважаю, я не сопротивляюсь этим совершенно. Хотя это очень резкое, конечно, решение. еще для меня очень важно есть некоторые вещи, которые сразу надо вычищать. одна из них это отношение с родителями. Это глуд, одна вещь, да? А другая отношение с родителями. У наших пациентов очень много гнева на родителей. Понятно почему? Потому что когда наркоман заболевает своей зависимостью, то родители начинают болеть вместе с ним. И то, как их созависимость проявляется, это все сваливается на голову бедного наркомана. Чтобы было понятно, созависимость это зеркальное отражение зависимости, и родственники также врут, также насильничают, также проклинают мучают, скандалят, лишают помощи. В общем, все, весь поможет. И у них очень много гнева на родителей. И стыда, и вины перед ними. И моя задача, одна из первых, начать выстраивать прощение друг другу, начать восстанавливать отношения, потому что, как вы хорошо понимаете, те, кто мечтит родителей, что с ним бывает? Помните? Недолго летная. Да, они живут плохо и недолго. И когда я тычу в книжку пальчик, говорю, смотри, что написано, да, может быть, ты все-таки хочешь жить долго и хорошо, тогда давай что-то делать в отношении с родителями. Вот какие-то есть первоочередные такие вопросы? Я думаю, что ваши пастырские практики не с наркоманами, они тоже частные. вот это про такое устройство пространства. Пожалуйста. Мне очень понравилось последнее, что вы говорили про церковь, про священника. Вначале тоже хотел отметить, что тоже очень важно показалось, что вы сказали, что когда я просыпаюсь, когда я начинаю конкретно практически жизни строить отношения, не строить отношения, но жить вместе с Иисусом, с Богом, думать об этом по крайней мере и думать о том, что мне необходимо на самом деле, чтобы 100-то старательистых христианина быть всегда с Ним, хотя это все равно для не всех для человека. Но это не нужно действительно, потому что иначе нереально каких-то изменений не получится и даже опыт не подсказывает многолетний. Потому что, кажется, интерполит Антоний тоже говорил, что можно защищаться от иными разными способами скрываться какие-то системы и практически защищаться, храниться. То есть мы все равно вокруг и иначе жизнь она вокруг уходит. Единственный способ это включить свежи. в другом способе дожечь свет. И тогда все изменится. И действительно и это тоже и потом каков этот свет? Потому что потом жизнь показывает, что если человек действительно остается по существу понятно, что это не происходит в одну секунду, но потом мы видим, что если он остается в страхе, не остается в каких-то страстях и так далее. Страст всегда есть и страх есть, но если превалирует, то, что может быть, что это за свет на самом деле, свет ли это? и как говорит слово может если свет ваш, как тьма, только ваша тьма в зависимости. Да, еще хотел спросить вас про вы работаете зависимы с зависимыми, вот как христианский опыт ваш, свободу, как вы понимаете, помогает созависимость, созависимость, не знаю, перевести, превратить, не перевратить, сделать сопереживание и в то же время, чтобы не возникнуть, как я думаю, часто бывает просто отчуждение этого времени. Да, это важный вопрос. Для того, чтобы алкоголик или наркоман начал выздоравливать, решился выздоравливать, ему надо пережить боль. Единственный мотиватор это боль. Потому что целостная мотивация не работает. Его главная ценность это употребление. Ему надо пережить боль. Источником этой боли должна быть только его зависимость, а не мы. потому что тогда мы присоединяемся к ознам. Вот тогда родственникам говорят, для того, чтобы он начал что-то делать, отодвинься от него. Позволь ему пережить боль. Не бери эту боль на себя. Не спасай его от обязательно. И это действительно помогает. Но ошибка в этом процессе бывает, когда человек отодвигается настолько далеко, что теряет любовь. есть очень много метафор, которые помогают почувствовать, где вот эта грань отодвинуться, но не бросить. очень простая, на мой взгляд, такая. Вот есть ребенок 7 лет, 8-9. Мама пришла с работы в 7 часов вечера, ребенок сидит дома, уроки не выучены. Он уже плохо соображает. Если мама выучит уроки за него, потом заставит их переписать, то впереди ходит во-первых двойконтрольный, а во-вторых ужасная уверенность в том, что можно ничего не учить, мама все сделала. Будет плохой опыт. Закрепиться, тут же закрепиться. Это вот как раз то, что делается зависимый ребенок. плохой вариант и другой. Если мама ему скажет, ну-ка, садись за уроки, пока не выучишь, не ляжешь спать. И вот он бедный до часу ночи пытается поднять задачу, а мама на него кричит, почему-то не понимаешь, потому что у нее уже нет сил это все терпеть. И она мучает ребенка, для него школа становится пыткой. После этого дети не учатся, после этого мама не в растительнике. Это тоже плохой путь. Это вот то, когда она бросает обновлено в море школьное. А нормальный способ, если она говорит, знаешь, к сожалению, поскольку ты не выучил уроки, то мультфильмов не будет. Спокойной ночи, му-маши, не будет, потому что надо же все-таки выучить. Вот давай, садись. И она садится рядом, она говорит, читай задачу. Он читает. А теперь расскажи. И он не может рассказать, потому что он устал. Она говорит, прочти, пожалуйста, еще раз. И вот он ей рассказывает в результате эту задачу и постепенно начинает понимать, как ее решать. А если он совсем ничего не понимает, она ему чуть-чуть поможет, но дальше он должен будет делать сам. находится в неком процессе рядом с ним, но вместо него не проживает его жизнь. Вот тогда впереди будет нормальное контрольное и нормальное отношение к школе. Кстати, и опыт того, что лучше в следующий раз попробовать сделать это все, чтобы были спокойно очень лучше. Как мои дети говорили спокойно. Понятная метафора. Какие-то похожие вещи можно рассказывать родителям, и они это понимают, конечно же. Но в практике это все очень трудно, потому что это боль сидеть рядом. И вот когда мама учит уроки вместо ребенка, она свою боль убирает. Ей нужно быстрее все закончить и лечь спать. А вот для того, чтобы рискнуть переживать боль другого человека, для этого надо иметь некоторое мужество и его взять. Вот все там. Все там нормально. Это в двух словах не объяснишь. Я понимаю, что я сейчас не очень понятно говорю, но смысл именно такой, что это некий процесс, который проходят и родственники, и параллельный процесс. тогда они могут помогать другим. С ними надо работать. Вообще вот и те и другие нуждаются в очень большом вашем сопереживании, потому что они все пережили большую боль. я думаю, что каждый человек нуждается в сопереживании, даже если он не органом и не родственник. То есть вот есть потребность понять человека в его труде, в его боли, в его поиске болезненным очень. Помните, был такой старый эфир, в котором была фраза, что счастье это когда тебя понимают. это вот правило. Ага. Вы хотели что-то сказать. Есть воля Божья, есть воля Ваша. Первый вопрос, как вы чувствуете волю Божию, а второй вопрос, как не позволить воле Вашей показать, что это воля Божия, то есть подменить это понятие как и как. Ну вот есть некая рамка правил, да? Я знаю, что делать нужно и я знаю, что делать нельзя. Это известно из Евангелия, это известно не только из Евангелия, есть вообще такой церковный область общий, ведь Евангелие это вторичное предание, как вы знаете, да? Вот предание это еще и то, чем мы сейчас живем в церкви, да? Вот то, что является практикой церковной жизни. Вот отсюда как-то что-то известно. Поэтому можно померить то, что я хочу сделать, это похоже на то или не похоже. Потом вот это устроение своей жизни, если я, если мне получается устроить ее так, чтобы жить рядом с Христом, рядом с Богом, чтобы Он присутствовал в моей жизни. Я верю в то, что Он будет меня поправлять, если что не так. И можно быть внимательнее к тому, что делаешь. И если ошибаешься, надо возвращаться назад, извиняться, говорить мне, давай, пока будем по-другому. Вот эти моменты, их можно чувствовать. Не всегда, конечно, я их чувствую, и у нами своему захлестываю меня прямо на пролом, да, через все овраги, но я стараюсь, конечно, так не делать. Когда меня я стараюсь так не делать. Еще я склонна советоваться. В трудных или не трудных жизненных ситуациях есть какое-то количество людей, с которыми я могу посоветоваться и то, что они мне скажут, услышать, как возможную волю Божью. И каждый раз их слова я буду проверять на то, что я знаю о Боге. Мне обязательно надо это проверять, потому что я не могу довериться другому человеку. Он может ошибиться. Но то, что мне приходит оттуда, от них, это очень много. Я могу из этого материала что-то построить. Кроме того, они дают мне силу со мной соображать, когда они что-то советуют, я понимаю ход их мысли, и я начинаю уже как-то лучше думать. И я думаю, что я редко знаю, как правильно поступить, я скорее знаю, как сделать первый шаг. А вот из этой точки я уже буду знать, как сделать следующий шаг. Это такой процесс, в котором я нахожусь. очень важно, что есть друзья, их очень много, и в общем они готовы помогать. Я тоже стараюсь им помогать, как-то вот так все вместе живем. У меня духовник, я тоже могу сказать, что он мой друг, хотя он отец, несомненно, он родил меня в церковь, но вот наши отношения такие, что я звоню ему и говорю батюшка, вот я не знаю, как быть, а он говорит, котенька, помолимся, вы молитесь, и я помолюсь. Созваниваюсь через два дня, я говорю, батюшка, мне кажется, вот так, он говорит, и я так буду. То есть это не то, чтобы он мне выдал волю Божью, прямо сейчас иди делай вот это, он ищет вместе со мной, и мне это 12 ответов на все вопросы. То, что он ищет, это не очень да. Да, пожалуйста. Сейчас очень актуальна такая тема, как компьютерная зависимость, зависимость от мобильных телефонов, от интернета. Мы работаем с молодежью и кроме того, еще и родителями являемся. Для нас это тоже тема актуальна. Скажите, пожалуйста, как быть, вот в случае с наркоманами, алкоголизмом, забирается источник, что делать с компьютером? Так же забирать, отлучать или я совершенно уверена, что нет. Потому что и компьютер, и мобильный телефон это инструмент и не более того. Это как отвертка, топор, ручка, в которой пишут. Дело не в инструменте. Когда мы кстати, мы не забираем алкоголик, наркоман, наркотик, мы помогаем ему отказаться от Но если мы просто будем его лишать вещества, то мы станем врагами и больше ничего. Это очень часто делают родители напрасно сущим. Вот я думаю, что не надо решать компьютера и телефона. Надо понять, что когда они в интернете попадают в очень интересный для себя мир, огромный мир. Мир, где есть все ответы на все вопросы. Лендон знает все. Мир, в котором есть такие фильмы, которых вы не можете ему предложить ни в каком кинотеатре. есть такие ролики, которые прямо сейчас тепленькие, вот они в сети, и вот можно их посмотреть, а завтра их уже не будет. И это поток информации, удовольствия, интереса. Что мы можем этому противопоставить? Если ничего, если наш интерес это только учись в школе и получай пятерки, будешь жить так, как я, то, к сожалению, он будет в интернете. И жить в таком виртуальном мире, которого нет на самом деле. Видимо, нам надо как-то войти в этот мир вместе с ним и начать разбираться, что там подлинно и что нет. А он нас туда не будет пускать, потому что мы же критики и судьи. Нам как-то надо интересоваться этим. Нам надо как-то принять с интересом к этому нам мягу. У меня был пациент наркомант, молодой, ему было 19 лет. Когда он перестал употреблять наркотики, он стал смотреть аниме. Знаете, о чем я говорю? он сидел там как было суточное начало. И фактически он заменил одно на другое. Ему надо было уходить в какой-то виртуальный мультипликационный мир, в котором он жил. И он совсем не хотел жить в этом мире. Но вот я смеялась над собой, как Ольфей пошла за ним в этом мир. И стал спрашивать а расскажи мне про них. Покажи мне. И оказалось, что там есть очень хорошая вещь. Там зло это зло, а добро это добро. И очень ясно можно присоединиться к добру. В этом мире вообще все непонятно. И то, что добро на поверку оказывается не совсем. И сложно очень. И мы стали искать путь соединения двух миров. Где то, что происходило в аниме, похоже на то, что происходит в этой реальной жизни. Я не могу сказать, что мы были очень успешными с ним. Он потом ушел, и сейчас у меня нет с ним связи. Но я помню этот удивительный процесс, когда у него горели глаза, он рисовал мне на бумажке какие-то вещи, он не мог видеть, но он пытался показать. Это было очень важно, чтобы я его поняла. И я думала, что это как раз то, что должно было быть в этот момент. Ну, а запрещающие меры, понимаете, я тоже запрещаю. Мне как-то не очень помогло. Просто меня удивляет эта ситуация позиция посвященника. Посвященника достаточно молодого. Я говорю, бабушка, если вы не отмирите, то ничего не будет. А я как мать интуитивно чувствую. Я знаю своего ребенка, я его люблю, и я понимаю, что этого делать нельзя. Нельзя понимать, что нужно входить с ним в этот мир. Вам спасибо, я услышала тот ответ, который интуитивно еще не услышит. Я думаю, что теперь надо говорить о священниках, потому что он вам в помощь в отношении того, как вы будете разговаривать с ребенком, и в отношении самого поведаются, если он взаимодействует с храмом тоже. И я думаю, что вам надо бы поговорить со священником, рассказав о своих трудностях, не обучая батюшку, как ему следует говорить, а рассказав ему о своих трудностях, и много шансов за то, что вы тоже будете услышаны. Вы очень похожи на своего ребенка. Ребенок не может до вас достучаться, а вы не можете до батюшки достучаться. Вот попробуйте сначала сама с батюшкой, если получится, тогда может быть и там получится. Спасибо. Батюшка тоже любят. Конечно. Да, пожалуйста. Первый вопрос это что когда говорили о предыдущем вопрос о созависимости и вы произнесли мужество. Тягуты друг друга на сети и мужество. Сейчас занимался пять. И второй вопрос когда я часто сомневаюсь в своих поступках и очень боюсь совершить какой-то неправильный поступок и принять неправильные решения. И мысли обращаются к Богу с моей дверь очень раз. Но сейчас часто говорят о том, что мысли моб реальны. Вот здесь как? И часто конечно Господь встречает мои просьбы вопрос но порой младшие страны приходят со мной а не моя ли это желание желание чего? если я хочу решить я говорю Господи я хотела бы чтобы решилось так и так но я не знаю брать или дети мечтали очень наши прошу ответ у бог сначала второй вопрос как я понимаю только как я понимаю конечно у нас есть какое-то желание чтобы разрешилась ситуация определенного но скажем чтобы вот ребенок нашел небольшое место в своей жизни для интернета а большее место для живого общения с живыми людьми нам бы хотелось но мы не знаем до конца как правильно поэтому можно добавлять в конце когда мне эту фразу да будет воля твоя а не моя но вот эта фраза недостаточно надо еще как-то внутри себя действительно это принять позволить как-то Богу действовать может быть иначе не так как я хочу есть такой страшный пример это понятно когда человек умирает нам очень хочется чтобы он остался в живых мы изо всех сил просим чтобы он остался в живых вот сколько у нас есть душевных сил столько просим оставь его в живых но на самом деле мы не знаем хорошо ли ему остаться в живых потому что вот есть такая фраза что Господь забирает человека в лучшее для него время для вечной участии возможно возможно ли принять страшную вещь смерть близкого человека если это лучше для него вот если это хотя бы допустить чуть-чуть свое сознание тогда действительно вот эта фраза будет более твоя не моя обретает смысл и в гораздо более простых жизненных ситуациях когда мы хотим чего-нибудь такого правильного может быть Бог знает что-то такое что не знаем и поэтому принимает другое решение вот эту свою недостаточность в том чтобы понять как надо ее можно культивировать вот такая почти ироническая фраза может быть ваш сынок сынок да у вас сын смотрит мультфильм да вот может быть ваш сынок станет когда-нибудь каким-нибудь интернет-дизайнером со страшной силой работающим на пользу человечества вот и сейчас он обладевает всеми тонкостями интернета ну кто знает вот мы с трудом можем понять что впереди прямо видим на один шаг и поэтому можно такую вот неуверенность в конце ставить когда мы просим о чем-то что именно это можно оставить некоторое пространство в этом действии а иначе получается что он у нас так вот на посылках сделаю вот это теперь вот это а потом вот это спасибо что касается тебя в этой друг другу носите и так и склонить закон Христова понимаете вот если вернуться к ситуации ребенка который учит уроки то вот мама будет носить эти тяга если она будет сидеть рядом с ребенком и с добром ласково без крика просить его снова и снова прочесть задачу и рассказать она трубится в этот момент она помогает ему но она не делает этого здесь здесь тяга 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 другого не то что она объясняет задачу решила не то что она задачу решила а то что она трудится рядом с ним в его поиске решения задачи своим присутствием своим сопереживанием своими предложениями не отнимая возможности проживать ее и вырастать в этом проживании я вас уверяю что если вы будете сопереживать человека то это великолепно и находясь рядом с ним в его воле вы тоже пострадает но это вот тяга другого есть ли еще какие-нибудь комментарии или вопросы спасибо что вы были здесь спасибо что вы думали о том что я старалась вам рассказать я ожидаю во всяком подпорожье спасибо